Вижу же ничего. Вижу же ничего. Ну, во-первых, всех хочу еще раз поприветствовать, сказать спасибо за такое, ну, хотя это не начинание, это, я насколько знаю, это, по-моему, практиковалось и на предыдущем. Конечно, самая главная наша задача, мы все учимся демократии, мы идем постепенно, шаг за шагом, и вот сейчас мы сократрачен, чем как раз обсуждали. Наша главная задача, чтобы наши дети не перенимали то плохое, те ошибки, которые мы допускали. Вот им показать, им показать пример, им показать дорогу, в каком направлении двигаться. И я думаю, что все зависит, конечно, от каждого из нас отдельно. Ну, а поскольку мы сейчас, как бы, являемся, будем говорить, главными действующими лицами всей этой компании, конечно, от нас и от тех команд, которые стоят рядом с нами. Если мы с самого начала определим, если мы с самого начала поставим своим людям такую задачу и будем неукоснительно этому следовать, задачу максимально выдержанно, максимально с чувством уважения своему партнеру, к своим согражданам, всем, независимо от того, к какому лагерю они принадлежат, к отношению максимального внимания, к мнению каждого человека, если мы вот этого будем следовать, и прежде всего каждый сам себя спрашивает, то я думаю, что у нас все будет нормально. Самая наша главная задача показать всем, всему миру, что нас не напрасно признали одно, второе, третье государство. Если мы и дальше будем так же двигаться, завтра выстроиться в очередь, чтобы нас признать, и еще брать с нас пример. Вот, я думаю, к этому мы должны стремиться. А для этого многого не надо, для этого не надо думать, что у нас жизнь заканчивается вот на этих выборах, да, у нас жизнь должна идти своим чередом. У нас, я думаю, что вот эта наполитизированность наша, она настолько нам мешает, что, ну, надо уходить от нее, надо уходить. Поэтому, еще раз говорю, всем большое спасибо, я с удовольствием подписываю, конечно, этот документ, и я думаю, что каждый неукослительно будет придерживаться этого, и помимо этой подписи, как бы, самая главная подпись, это вот наша совесть. Этого мы будем придерживаться. Спасибо. 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 Ну, давайте. Я абсолютно согласен с Стамуром Борисовичем. Еще раз благодарю вас всех. Идут за НАПК, расхват вас. Нам очень отрадно, что вы не раз уже на выборах президентских этот механизм внедряете в наше общество, потому что мы, конечно же, идем по пути демократии, развиваемся. Мы хотим строить свое демократическое правовое государство. Это как раз те элементы сегодняшнего договора общественного, что те элементы института демократии, правового развития. Мы с удовольствием, я лично с удовольствием это подписываю и призываю всех не только просто подписаться, а выполнять это, что лежит на бумаге. Потому что у нас, к сожалению, бывает в практике так, что наши слова расходятся с действием. Так в нашем обществе не должно быть. И я хочу призвать всех моих коллег сегодня присутствующих и не присутствующих в том числе, чтобы мы давайте постараемся сделать так эти выборы, показать всему народу, что мы его проводим в праздничном настроении. Давайте мы дадим один раз людям праздник, сделаем эти выборы праздничным. Мое пожелание такое, а вам огромное спасибо. Я думаю, вы еще за нашими действиями будете следить и реагировать, кто из нас это будет нарушать. И мы, конечно же, будем следовать этим принципам, которые здесь завершены. Сегодня с удовольствием. Огромное вам спасибо и ТОУ ведутся. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Повторяется. Большое вам спасибо, что пригласили нас. И, к слову, очень приятно, что мы с общественной палатами должны занимать такую активную позицию в обществе. Мы все вас часто смотрим, все наши посетания. Очень приятно, что есть такой орган. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Уважаемые здоровые регионы, уважаемые участия Палаты. Я за тысячи вновь стал активным участником во всех выборах непосредственно в качестве вести президента. 14-го года вы знаете, и этот год тоже. Считаю это хорошим начинанием, хорошей традицией. И самое важное дело, что национальное согласие выборы не должны быть. Вотрясение, это катастрофы и политическое распространение каждый раз. И к вашей части, в вашем счете, вы тот же орган, который обязаны этим заниматься. Вопрос у меня, не то, что вопрос, я согласен со всеми пунктами. Но мне кажется, что самое основное, это перед 9, да, по итогам выборов, чтобы все согласились. Кто-то мне к вам встречное предложение помочь нам, кандидатам сегодня власть. И мы все в этой части как-то абонируем друг другу, абонируем власть и друг в каком аспекте? Один вратим на ресурс. Об этом вопрос много раз задается. Автобусы. Ребята, я принимал участие еще на самом году, был одним из тех, который непосредственно принял участие в власть и равное хочу. И мы это обсуждали. Самое важное, первое, что мы сделали, пересмотрим вопрос о выборах, чтобы потом не наступать на те же самые графы. Сегодня это автоматически, зеркально отображается. Повторяюсь, мы уже поменялись декорации, уже это делать непосредственно на Альхаре. Все это можно было делать раньше. И мы предлагали так. В процессе выбора, чтобы вообще этих дел не происходило в стране. Вот здесь я обращаюсь к вам, к общественной палате, поддержать и помочь обратиться в власть и не делать это. И тут это отговорно, что я принимал присягу и так далее, считаю, что это непосредственно. Основный выборный процесс сегодня. Кандидат Хаджима хоть исполнать авиации, но фактически является кандидатом. Он может быть исполным, может быть, и в той части мы одинаково. Поэтому я прошу общественную палату в твоей части нас поддержать. Я подпишу и призываю на их людей, которые сделают то же самое. Или, в принципе, это подтвердили. Вот я уверен, что со стороны, с моей стороны, со стороны моего штаба, и какой-то любитый анонимный, и там поливание, и даже не будет. Но мы привыкли вещи называть своими индивидами аргументированно, приведя факты, где там идут. Спасибо большое. Мы, естественно, подпишем это соглашение. Мы соблюдаем все джентльменские правила соперничества. Мы соблюдали их ютуб-описание. У нас никогда не было с нашей стороны штаба анонимного, мы там подчиняли наших оппонентов и так далее. Мне хотелось бы обратиться к общественной палате со следующим. Вы авторитетная организация. Вы могли бы, на мой взгляд, обратиться с просьбой в центральную избирательную компанию. И спрос бы капказскому гостелерадиокомпанию. В организации прямых дополнительных дебатов. Мы намер�� их правило, что делать единственное труд Bucking. Продолжение следует... 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 В данном случае вот этот символичный ад, который мы сегодня производим, он скорее же это добрая воля, наш, и желание миру и примирение. И когда люди, которые игнорированы, кандидаты, которые игнорированы, они не проявляют добрую волю. А вот эти разговоры относительно конструкции это всего лишь разговоры, причем не очень дорогие. В связи с чем я хотел бы поблагодарить общественную палату, я поблагодарить общественную палату, хотел бы не за общественную, а за договор сегодняшнего, а за ту работу, которую вы проводите на протяжении всего этого периода. Потому что всем прекрасно помним, я неоднократно принял в этом участие самые последние вопросы, которые не могут быть обсуждены в той форме, в которой должны быть в парламенте, в кабинете министров, где-то в других местах. И вы помните это, они не обсуждаются там в той форме, в которой должны обсуждаться, открыто, честно. И единственное место, где можно прийти и открыто выставить свое мнение, не только членам палаты, но и представителям. Я сам неоднократно этому участвую, мне кажется, на сегодняшний день единственное место, где это можно делать, это общественная палата. И катализатором многих процессов явилась общественная палата. Вы помните, ну, по случившимся обстоятельствам, вы можете бесконечно говорить и в парламенте, и в других местах этого никто никогда не узнает. Но в общественной палате это место, которое, трибуна, с которой можно донести все. Мне кажется, всем намного. Спасибо вам огромное за это. Мы безмерно вам благодарны. И буквально два слова Наталья Нурина сказала. Кроме слов благодарности, мы бы хотели слышать, зачем вы баллотируетесь и что вы пытаетесь делать в качестве Дон Госса. Ну, я у всех, наверное, очевидно, своя мотивация. Об основе этой мотивации лежит, наверное, плага у всех кандидатов, тут бесспорно. А так же, цели, способ реализации, это задача у всех, наверное, гораздо. В моем случае, я хочу сказать, что в чистом виде мы не пытаемся сделать президент от меня президентом. Мы пытаемся привести группу единомышленных классов с концептуальным планом реформ. И если нам все удастся, то в течение следующего года, может быть, полутора лет максимум, наша реальность изменится. Мне так кажется, и та форма управления, которая сегодня существует, я за ответственная форма управления руководителя и чиновника. Она уйдет в небо диету. А все, кто не верит в то, что мы что-то можем поменять, не лично я, я ничего не могу поменять. Очевидно, это должен делать сам народ. Возьмите пример из некоторых стран, которые нас окружают. Никто из нас не верил в нищую Грузию, которая ворованная душа населения была больше, чем население самого. Но слово «коррупция» подумано в этой стране, мне кажется. Посмотрите на сегодняшнее нашего соседа. Никто не верил, что 20-25 лет назад республика Турция, имеющая крупные проблемы, вспомните это республика Турция 25 лет назад. Это динамичное развивающее государство сегодня. Люди потеряли надежду. Я абсолютно убежден, что в этой стране есть крупные перспективы. Причем модель государства не очень большая, позволяет нам динамичная работа. Единственное правило – нельзя делать на согласованном с народом вещей. Если народодобрим, можно сделать все. Если вы готовы к этому, мы потеряли надежду и веру. Здесь большая часть моих, я к сожалению не попал, но большая часть моих коллег, так скажем, они ветераны войны. И самое тяжелое дело эти люди уже сделали. Делали утром, никто бы никогда не поверил. Никто бы не поверил, что они способны верить войну. Они уже это сделают. Никто бы не поверил, что мы… Помните, были разговоры о том, что никто никогда вас не признает, северники признают. Это же тоже стало реальностью. Многие вещи, в которые мы не верили, уже стали реальностью. Благодаря вам, здесь сидящим. Вот Иван Уривен, я помню, как вы открыли войну. На новом районе выбирали депутатам парламента, что там происходило. И мой отец был активным участником этих событий. Я помню, что происходило, когда вы выбирали депутат. Это был народный праздник. Мы же тогда в этом веке. Мы все можем, потому что нас много, потому что мы сильные. Мы утратили только надежду. Надежда есть всегда. Спасибо огромной общественной флаге. Извините в том, что мы можем. Я перед вами извиняюсь всеми. У меня запланирована была встреча. Я ее отложить не могу. Там за роду, за счастье. Я тоже насчет дебатов поддержу. И эти вопросы можно так сопродумать. И возьмите во внимание наше просьба. Мы-то можем, конечно. Это совместная просьба. Мы устали предложение, но мы не гарантируем вам. Я-то мы знаем, мы это знаем. К сожалению, голос общественной палаты все меньше и меньше слышит. А вообще не будет слышать, если вас не будет на ДГК. Да, опыт, он за кадром. Да, на голос общественной палаты, но и в детстве меньше меньше. Я-то не знаю, что я-то не знаю. и к Центральной избирательной комиссии с просьбом об изыскании двух-трех дополнительных часов на дебакт. Если это не противоречит закону... Никак не противоречит, никак, абсолютно. Это не противоречит, это все в процессе уже понимает решение. Мы обратимся, это не противоречит закону. Если позволю, буквально, полуслова. Но, коль скоро мы уже здесь находимся, и коль скоро те кандидаты, которые здесь находятся, имеются какое-то количество времени, у меня есть небольшое предложение, которое я надеюсь, будет задуматься. Стас Томорова, действительно прав, не хватает формы общения, дебата. Мало того, практически не существует на автасском телевидении конкуренции, идеи, мысли, предложения. И общество, в целом, недостаточно мне однокомо, мне кажется, однокомо с теми предложениями, которые могут озвучивать кандидаты. И в этой свете я бы предложил, например, немножко остаться и у членов общественной палаты, возникающих вообще вопросы кандидата, может быть, обсудить именно, немножко хотя бы полчаса, те вопросы, которые есть у общественной палаты, по каким-то конкретным темам и предложениям, вы могли бы нас допросить. Мне кажется, это было. Да, это хорошее предложение. Мне кажется, это было. То есть, мы хотя бы здесь используем возможность высказать свои мысли. Если нет возможности на автасском телевидении. Будет. Надеюсь. Общество.